Теорема утверждает, что конечное множество точек можно разбить на части меньшего диаметра. Опять по индукции. Вы уж меня простите, друзья. Я же обещал, что поднапрячься еще придется. Что опять пользуемся индукцией. Смотрите, ну пусть n равняется двойке, скажем. Пусть n равняется двойке. Вот у нас есть две точки произвольные. x1, x2. Но согласны вы, что такое множество можно разбить на три части меньшего диаметра, даже на две? Вот тут вот у нас диаметра, отрезочки, да? Как разбить это множество на две части меньшего диаметра? Ну как, ну вот это одна часть, вот это вторая часть. Вся недолгая. Да не, 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 просто у нас множество состоит из двух точек. Зачем пополам? Множество-то состоит из двух точек. Вот это наше f. Это просто множество из двух точек. Но давайте его разобьем на такие куски. f равняется... Один кусок состоит из точки x1. Другой кусок состоит из точки x2. Чему равен диаметр каждого из таких кусков? Чему равен диаметр одноточечного множества? Нулю. Нулю, конечно. Но это части меньшего диаметра стало быть. Если они диаметра ноль. Естественно, их диаметр меньше. Видите, для n равного 2 наше утверждение кривиальное. Ну, давайте еще на кучу проверим, когда n равного 3. Если n равняется 3, тогда у нас в нашем множестве уже 3 точки. Какие-то там x1, x3. Ну, и вы знаете, что, может быть, там присутствуют все 3 отрезка, может быть, там отрезок меньше, да? Согласитесь, что это множество без проблем разбивается на 3 части меньшего диаметра. А именно? Как? Какие надо взять части, чтобы у них были меньшие диаметры? А не так ли, как вот здесь, а? Разве нельзя взять в одну часть точку x1, в другую часть точку x2, и в третью часть точку x3? Диаметры таких частей равняются нулю, правда? Ну, значит, они меньше, чем диаметр всего исходного множества. То есть здесь все совсем элементарно. И мы опять имеем основу для того, чтобы проводить индукцию. Давайте, стало быть, предположим, предположим, что любое множество f, состоящее из к точек, состоящее из к точек, мы умеем разбивать на 3 части меньшего диаметра. научимся делать то же самое с произвольным множеством из к плюс 1 точек. Согласны, да? Что таким образом мы совершим все наши доказательства. Что мы для k равного двойки, для k равного тройки умеем, действительно, и если мы сейчас, из предположения о том, что для произвольного множества состоящего из к точек, мы умеем, выведем то же самое для k плюс 1 точек, то мы получим доказательство для любого карли, любого s. Правильно? Рассмотрим произвольные k плюс 1 точек. Рассмотрим произвольные k плюс 1 точек. x1 и так далее. x1 и так далее. xk плюс 1. Совершенно произвольные k плюс 1 точек на плоскости. помните наше обозначение d1, d2, d3? Помните, что это такое? Это количество отрезков, которые имеют концом конкретную точку, да? Вот давайте снова введем эти обозначения d1 и так далее. dk плюс 1. Вот это те же самые обозначения, которые были на предыдущей половинке лекции. d1, например, это количество отрезков, которые имеют своим концом точку x1. Да? Так. d1 плюс и так далее. плюс dk плюс 1. Это мы с вами тоже посчитали в прошлый раз. Это равняется удвоенному количеству львов, да? Удвоенному количеству отрезков. Это равняется удвоенному количеству отрезков. Все то же самое. Смотрите. Если вдруг, если вдруг, прямо вот так напишу, если вдруг все числа d1 и так далее, dk плюс 1 не меньше тройки, не меньше тройки, то что тогда? Что тогда можно сказать про их сумму, если вдруг каждая из них не меньше тройки? Что можно тогда сказать про их сумму? Ну, если каждая из этих чисел вдруг такое случилось, не меньше тройки, ну, вот не повезло, но случилось такое, как вы сказали. Ну, тогда, конечно, то d1 плюс и так далее, плюс dk плюс 1, конечно, не меньше, чем 3жды k плюс 1. Верно? Тогда, конечно, сумма не меньше, чем 3жды k плюс 1, то есть e не меньше, чем сколько? Полтора. Полтора умножить k плюс 1. Вот из этого соотношения. А может и такое быть? А может и такое быть? Нет, конечно. Конечно, мы же с вами мучительно, но все-таки доказали, что e забедомо не превосходит k плюс 1. Помните, мы же доказали, что на k плюс одной точке отрезков никак не больше, чем k плюс 1. Такого не может быть. Но такого не может быть, потому что мы это доказали. Не может быть. По утверждению, которое мы доказали на прошлой половинке лекции. там говорилось, что e не превосходит k плюс 1. Что означает, что такого не может быть? Ну, видите, мы же предположим, если вдруг все вот эти числа не меньше тройки. Значит, среди них есть число, которое не больше двойки. Правильно? Значит, есть какое-то d и t среди вот этих чисел d1, dk плюс 1. такое, что d и t не больше двойки. Согласны? Давайте нарисуем картинку. Вот есть точка x и t, которая отвечает вот эта самая d и t. Не больше двойки, это значит, что из этой точки выходит два или даже меньше отрезков. Два или даже меньше отрезков. Согласны? А вот тут вот в такой вот большой-большой сардельке находятся все остальные дружины. x1, какая-то, да? Здесь где-то xn, все точки находятся вот в этом облаке, в этой сардельке. Так. А сколько точек в этом облаке? А, xn-то неправильно, xk плюс 1 я виноваю. xk плюс 1, а, конечно, у нас k плюс 1 точка. Сколько точек в облаке? k. k штук. Значит, вот здесь вот k точек. А помните, что мы предположили? Помните, что мы предположили? k. Мы предположили, что какие-то k точек мы не взяли, их-то можно разбить на три части меньшего диаметра. Мы это предположили, да? Значит, вот это вот множество, вот это вот облако, вот я его еще раз перерисую, его можно разбить на три какие-то части меньшего диаметра. Так. И есть вот эта точка x-итая, которая лежит вне сардельки. Но смотрите, из этой точки идет только два ребра, а может быть даже и меньше. Два отрезка. А может быть даже и меньше. Два, а может быть даже и один. Ну, согласитесь, что здесь три части, а отрезков два или даже один. То есть, есть какая-то часть обязательно, в которую из этой точки ни одного отрезка не идет. Ну так давайте эту точку добавим в той части, в которую из нее ни одного отрезка не идет. Эта часть была меньшего диаметра, значит, и новая часть тоже будет меньшего диаметра. А отрезка нету? Отрезок это когда диаметр. А мы добавили точку к части, в которой нету отрезков, и при добавлении этой точки отрезки не появились. Значит, вот в этом множестве объединения вот этого кусочка с вот этой точкой, опять же, диаметр не реализуется, потому что отрезков нет. Все, мы разбили наше полное вот это к плюс-один точечное множество на три части меньшего диаметра. Непонятно, да? Но что значит разбить еще раз? Давайте я еще раз повторю, чтобы точно было понятно. Смотрите, что значит разбить на части меньшего диаметра? Вот здесь, например, вот в этой сардельке. Это значит, что в каждой части нету отрезков, потому что отрезок это и есть диаметр. А если там нету отрезков, значит там и диаметра нету, значит это части меньшего диаметра. Вот мы уже предположили, что такое разбиение нам удалось осуществить. А теперь мы говорим, возьмем вот эту нашу точку и добавим ее к тому множеству, куда из этой точки отрезок не идет, поскольку у отрезков два то такое множество точно есть. Вот если мы ее к этому множеству добавим, то отрезков не появится. Значит, это множество опять же меньшего диаметра. И все, что мы сумели разбить полное К плюс один точечное множество на три части меньшего диаметра. Но поднимите сейчас руки, кто понял. Но неплохо, неплохо. Я считаю, что вы герои. То, что вы преодолели большие сложности, это факт. Немножко лучше вы теперь знаете, что такое индукция, и заодно мы с вами доказали красивый факт. Любое конечное множество точек на плоскости можно разбить на три части меньшего диаметра.